Плавные, но точные движения. Кажется, что они просты и примитивны, но этому виду гимнастики более тысячи лет. Тайцзи Цуань родом из Китая. Сегодня в самой густонаселенной стране практически каждый житель знает эти движения. Древняя гимнастика вышла на уровень обязательной государственной спортивной дисциплины. В нашей стране спортсменов, занимающихся Тайцзи Цуань, всего 10. Среди них Артем Пинчук. Это вид традиционный. Он используется как в традиционном уши, так и в спортивном уши. То есть можно выступать на соревнованиях и заниматься чисто для себя. Это оздоровительная гимнастика. Она полезна очень. И вот если заниматься, то человек будет намного здоровее. Для более взрослых людей она очень полезна. Она успокаивающая комплекс. У стресса и все такое. Перед этим выполнять, даже утром встать, выполнить комплекс, все, после этого вам уже намного лучше. Кажется, нет ничего легче, чем плавно двигать руками и ногами. Но это только на первый взгляд. Мы заметили, как спортсмен при выполнении стандарта практически обливается потом. Эта гимнастика требует идеального повторения каждого движения. Здесь очень низкие позиции идут. И если неправильно выполнить позицию, то энергия внутренняя пойдет не так. Из-за этого становится неприятно. А если ты делаешь все правильно, то ты очень быстро потеешь. Тай Цзи Цуань только кажется спокойной и умиротворяющей зарядкой. На самом деле, этот вид ушу считается боевым. Сегодня Артем, несмотря на то, что ему только 17 лет, тренирует детей наравне со взрослыми. Как признается, последователей этого мягкого течения ушу очень мало. Видимо, нашему обществу нужно прожить, как и китайскому, около 2000 лет, чтобы понять красоту и необходимость этого вида спорта. Редактор субтитров А.Семкин